Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Каким был минувший год жизнь Карачаевского района и какие задачи по его комплексному развитию стоят на этот год, Спартак Кущетиров рассказал главе республики Рашиду Тимрезову. Слесари, плотники, сантехники, электрики, сфера ЖКХ остро нуждается сегодня в квалифицированных кадрах. Как поднять престиж этих профессий, говорили в общественной палате. Сотый день рождения в кругу детей, внуков и правнуков. Вековой юбилей отметила жительница Уйджигуты Халимат Гербекова. Друженица тыла всю жизнь проработала бухгалтером. Молодежи выработается твердая позиция по здоровому образу жизни. Со школьниками Черкеска провели встречу с оптимистичным лозунгом «Новая жизнь без наркотиков». Глава республики Рашид Тимреза провел рабочую встречу с главой Карачаевского района Спартаком Кущетировым. Ключевыми моментами встречи стали итоги минувшего года и определение планов. Первое и самое главное в текущем году планируется выполнить проектирование газопровода Карачаевск-Хурзук и начать его строительство в 2022. Также будет проложено 17 километров новых водопроводных сетей в Кумыше, Кустахи-Тагурово и Нижнеморе. Продолжается ремонт автодороги Карачаевск-Учкулан. Также построен и оборудован новый ФАП в ауле Карджурд в планах строительства новой школы в Кумыше. За последние два года в районе появились 8 точек роста. В этом году намечается открытие еще 9. В район поступили 7 новых школьных автобусов. В Кумыше открылся парк культуры и отдыха. Принято решение обустроить парковую зону и в Каменомосте. Сданы новые ДК в Нижней Тиберде и поселке Новый Карачай. Планируется капремонт домов культуры в аулах Хумара и Нижняя Мора, строительство нового объекта в Очкулане. В 2020 году благоустроили 8 дворовых территорий, установили 9 уличных спортплощадок в населенных пунктах и отремонтировали 4 спортзала в школах. Кадры решают все. Сегодня в общественной палате Карачао-Черкесии прошел круглый стол по вопросу подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Собравшиеся обсудили нехватку профессиональных специалистов в сфере ЖКХ и их подготовки в образовательных учреждениях. Алихан Лепшоков подробнее. Основная проблема в сфере ЖКХ сегодня – это отсутствие квалифицированных специалистов. Было отмечено, что нужно обращать особое внимание в вопросе подготовки необходимых кадров в образовательных учреждениях. Зачастую ту или иную проблему в сфере ЖКХ решает грамотно подготовленный слесарь. Но сегодня мы видим, что поступает много жалоб в адрес управляющих компаний, ибо работники не выполняют поставленные перед ними задачи. Пока мы не будем специалистов, грамотных, профессионалов в этой отрасли, большого результата мы не достигнем. Реформирование еще будет длиться очень-очень долго. И как видите сами, мы живем все в этой республике, в нашей республике, и видим, живем в многоквартирных домах, насколько еще плохо управляется, эксплуатируется и обслуживается наши дома. Заместитель министра строительства ЖКХ Карачаева-Черкесии Зульфира Батчаева подчеркнула, что в эту сферу не идут работать из-за размера оплаты труда. Поэтому необходимо поднять престиж профессии специалиста этой отрасли, подытожила она. Если теплоснабжающие организации хоть какую-то имеют обеспеченность специалистами, потому что там есть жизненно важные циклы, и проводятся аттестации, и предъявляются требования к профессиональным кадрам, то в таких сферах, как управление, домами, конечно, желают лучшего. Сразу это отражается на нашем населении, многочисленные жалобы наших жителей на сферу управления. В ходе обсуждения руководители образовательных учреждений по подготовке кадров в отрасли инженерии ЖКХ подчеркнули, что есть нехватка бюджетных мест именно по необходимым специальностям. То, что касаемо именно, как вы говорили, федерального государственного образовательного стандарта в рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства, мы можем рассмотреть, у нас есть специалисты, которые как раз работают и подготавливают кадры в области электроэнергетики и строительства, и рассмотреть этот стандарт, и, может быть, даже попробовать попросить эти бюджетные места. Но мне кажется, что все-таки должен быть запрос государства в разрезе. Государство, регион. В завершении круглого стола собравшиеся подчеркнули, что только общими усилиями возможно решить данную проблему, что приведет к значительному преобразованию в отрасли ЖКХ. Аль-Халеб Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Вековой юбилей отметила жительница у Джигуты Халимат Гербекова. Труженица тыла всю жизнь работала на различных предприятиях бухгалтером. Пережила тяготой депортации. Сегодня она в заботливом окружении детей, внуков и правнуков. Поздравить именинницу со столетиям пришли представители администрации города и наша съемочная группа. Подробности Мурата Джанкиозова. Халимат Турасбиевна, с днем рождения вас. С замечательным праздником вас поздравляет президент Российской Федерации Владимирович Путин, Рашид Борисбиевич Темрезов, глава республики и глава нашего района Мурата Лебевич Лайпана. Поздравляем вас где-то в подарке. Огромные букеты цветов, телевизор, пылесос. Подарков в этот день много, но главный подарок – это родные и близкие, которые бережно и с трепетом относятся к юбиляру. Халимат Турасбиевна – десятый ребенок в культурно-образованной семье. К примеру, ее брат Бастанов Хасан – член Союза писателей СССР. Другой брат работал в область полкоме. Сестра – директор винзавода Карачаевский. Еще один брат проработал директором школы в Усть-Ууте. Сама именинница всю сознательную жизнь проработала главным бухгалтером на различных предприятиях. Сто лет, говорю, это не так уж и много. Чтобы вы еще прожили столько же, и вас окружали ваши любимые дети и внуки. Я думаю, что у вас замечательные дети, которые ежедневно молят Всевышнего о вашем долголетии. Супруг Халимат Гербековой – ветеран войны, участник обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, его уже нет с нами. У них родились сын и трое дочерей. А еще в ее жизненном арсенале семь внуков, все с высшим образованием, и пять правнуков. Они только начинают постигать язык жизни. Для них всех и сегодня незыблемые приоритеты, когда-то расставленные мудрой бабушкой Халимат. Она учила нас, чтобы обязательно образование было у всех. Потом, чтобы ни в коем случае зло, даже отец и она нас учили. Если можете, никому зла не делайте. Будьте внимательными, потому что мы выросли в такой семье. У нас все были честные, добрые, любимые. Она у меня очень такой родной человечек. Добрая, внимательная очень. Очень, очень внимательная, очень такая добрая женщина. Халимату Розбиевна имеет государственные награды, как работник тыла и многочисленные юбилейные медали. Тихая, скромная и доброжелательная именинница поблагодарила за оказанное ей внимание. Спасибо за ваш труд. Живите долго. Мурат Жанкиозов, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. МЧС информирует. С 19 по 21 февраля в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15 ниже нуля. Днем 2-4 градусов мороза и на дорогах гололедица. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 617 человек. Из них 16 914 выздоровели, 372 госпитализированы. В эти дни отметил бы свой день рождения заслуженный журналист Карачао-Черкесии Баталбек Зитляужев. Около 40 лет он посвятил печатным изданию на ногайском языке «Ленина Йоллы», а ныне «Ногай-Довысы». Последние годы Баталбек Владимирович был редактором газеты «Ногайский вестник». Активно участвовал в общественной жизни своего народа. О творчестве известного журналиста Алла Динаева. Статьи, очерки, рассказы, литературные пародии, афоризмы, юмора и сатира. Во всех этих жанрах журналистики Баталбек Зитляужев искусно творил. Он первый и пока единственный ногайский пародист, а юмористические случаи для своих миниатюр брал из жизни соседей и друзей знакомых. Юмор в жизни Баталбека Зитляужева занимал особое место. В наше трудное время люди чаще хмурятся, чаще вздыхают. Я хочу просто, чтобы они чаще улыбались. Человек, который понимает юмор, человек, который любит юмор, он не может быть злым, он будет относиться с добротой к окружающим. Баталбек Зитляужев обладал отличным чувством юмора, и друзья его это знали, и однажды о нем Арсланбек Катаганов, который работал в газете «Ленин и Йолу», рассказал главному редактору газеты Баубеку Карасову. Тогда Баталбек Зитляужев работал в Ханты-Мансийске, и туда пришло письмо с приглашением на работу в Ногайскую газету. Но это Баталбеку Владимировичу было финансово невыгодно, он хорошо зарабатывал на севере. Но мама, которая вырастила нас одна, очень хотела, чтобы я вернулся в Карачево-Черкесию, и я не устоял, вспоминал потом Баталбек Владимирович. И с тех пор и всю свою жизнь он был верен журналистике и редакции Ногайской газеты. Я тоже уже прожил нормальную жизнь. Раньше бытность, в детстве моем, в отроческие годы люди были намного добрее. Уходя, допустим, мы не запирали двери, никто не заходил, никто ничего. Сейчас огородились высокими заборами. Никто, допустим, не спешит на помощь тому, кто в ней нуждается. Вот эта черствость меня сегодня беспокоит больше всего. Баталбека Зитляужева всегда отличала органичность, сочетание в творчестве добрых народных традиций народов Карачева-Черкесии и, конечно, особое мастерство пера. Ногайскому читателю Баталбек Зитляужев больше полюбился как автор юмористических рассказов и миниатюр, а аудитория была большая не только жителей Карачева-Черкесии, но и Ставрополя и Дагестана. А в 2012 году начал издавать газету «Ногайский вестник» на русском языке. Эту идею внашивал более пяти лет, а материалы начал собирать еще раньше, использовал для статей и архивные запросы. «Журналистика означает для меня очень многое, потому что эта профессия открыла мне глаза на мир. Конечно, я побывал во многих местах, встречался со многими интересными людьми, с известными режиссерами, писателями, журналистами, с простыми рабочими. И каждая встреча дала мне очень многое». Баталбек и Тайват вырастили сына и двоих дочерей. Светлана и Райме пошли по стопам отца и стали журналистами. Светлана Кокова много лет руководит Ногайской редакцией ГТРК «Карачева-Черкесия». Как рассказывают дети, отец был интеллектуалом. Он перечитал огромное количество литературы и любовь к знаниям и журналистике «привил нам», говорят Светлана и Райме. Папа был очень трудолюбивым. В последние годы он один работал над Ногайским вестником и все свои средства вкладывал в это издание «Делятся дочери». Но Баталбек Зитляужев не успел издать свою книгу, и Светлана и Райме планируют собрать воедино все рукописи и публикации отца и выпустить это издание. Алла Динаева, Расул Бердиев, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В третьей школе Черкеска прошла встреча с оптимистичным лозунгом «Новая жизнь без наркотиков». Это название социально значимого проекта, реализуемого в нашей республике. На мероприятие подняли вопросы разного характера. О том, как прошла встреча, расскажет Альбина Ламкова. У нас, людей, сильных, красивых, здоровых, разумных. Но наркота, она слепа, всех без разбора уда дна. Она не щетит никого. Это всего лишь часть последствий от наркотических веществ. За этими словами скрыты миллионы погубленных жизней, как самих наркоманов, так и членов их семьи. Поэтому эта тема всегда поднималась на серьезном государственном уровне с обязательным привлечением молодежи в школе. Наша школа занимается этой проблемой. Мы тесно сотрудничаем с представителями наркотиспансера. Они часто и гости на родительских собраниях. И поэтому в школе атмосфера позволяет детям жить полноценной жизнью, интересной жизнью, проводя мероприятия не только патриотического учебного плана, но и такого социального большого значения. Мероприятий такого направления не бывает много. Они необходимы. Здесь информируют детей, как можно избежать употребления наркотиков. Родители очень серьезно к этому относятся. И администрация школы очень заботится проблемами. Даже в подростковом возрасте дети, обычные маленькие дети, начинают принимать наркотики. Все считают, что это ужасно и проводят сами профилактические мероприятия. Наркотики – это очень плохая штука, которую регулярно принимают многие подростки. В это их втягивают другие мальчики. Есть такие, которые и принимают девочки. У нас регулярно проводятся родительские собрания по теме профилактика о наркотиках. Проект «Новая жизнь без наркотиков» направлен на профилактику немедицинского применения наркотических средств среди молодежи. Его автором выступила Карачаева-Черкесская автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр без наркотиков». Проект финансируется из средств республиканского бюджета в рамках реализации грантовой поддержки социально ориентированных НКО. По итогам реализации «Новая жизнь без наркотиков» ожидается, что у молодежи выработается твердая позиция по здоровому образу жизни. Но все это невозможно без пристального контроля родителей и их информированности о всех видах наркотиков и признаки употребления их. Альбина Ланкова, Роберт Джигутанов в Вести, Карачаева-Черкесия. Таким был четверг Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Оптимисты». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин